Первые 50 комментариев попадают в следующее видео! И в то время, пока его канал находится в бане, а возможно когда я уже смонтирую это видео, его канал уже разбанят, но так или иначе я хочу восстановить его некоторые видео. Поэтому именно сегодня я хотел бы сделать видео о том, кем была Марьяна Ро до того, как стала известной. Ведь до того, как она стала известной, она работала моделью и уже успела заполучить внимание публике. До того, как Марьяна Ро стала известной, её семья долгое время жила в Японии, где в это время девочка неплохо выучила национальный язык. И до того, как Марьяна Ро стала известной, на неё очень любили садиться бабочки, из-за чего в своей школе она получила прозвище Фея Природы, когда она хотела, чтобы её называли Рейнджером. Йоу-йоу-йоу, братва, это канал MTV, и вы пришли в гости к Марьяне Ро. Известный видеоблогер Марьяна Ро, настоящее имя которой Марьяна Рожкова, родилась на Дальнем Востоке в городе Южно-Сахалинск в семье предпринимателей и на данный момент ей 17 лет. В семье Марьяны есть её старший брат Мирослав и младшая сестра Мореся. Первые 9 лет жизни Марьяна Ро прожила в своём родном городе, где она ещё училась в русской школе. Ну а дальше отцу Марьяны предложили работу в Японии, и семья, взвесив все за и против, перебирается в Японию. В 11 лет Марьяна Ро создала свой первый канал на Ютубе, но за два года существования этого канала на её канал подписалось всего лишь на 30 тысяч подписчиков. И тут в дело вмешался случай. Путешествуя по интернет-просторам, Марьяна Ро наткнулась на фотографию Ивана Роцкого, более известного под псевдонимом Ивангай. На своей странице ВКонтакте она выставила фотографию Ивана, при этом добавив на его голову розовый венок. О боже, какой няшкой я влюбилась! На этот пост наткнулась фанатка обеих блогеров и опубликовала скрин этого поста в паблике Ивана Роцкого. В это время Марьяна подписалась на канал Ивангай и кинула ему заявку в друзья. Кто бы мог подумать, что Ивангай примет её заявку и подпишется на канал взаимно обратно. Первое, что меня возмутило, он не поздоровался. После этого он ещё и первым ей написал. Узнав, что его новая пассия живёт в Японии, он предложил ей сходить на концерт популярной японской рок-группы. Однако в этот момент Марьяна Ро была на Сахалине, а не в Огайо, и не смогла ответить на письмо Ивана. Но Ивангай не сдался и написал ещё раз и ещё раз, пока их переписка не перетекла встречу Японии, на которой Марьяна Ро опоздала внимание на целый день. «Первая наша встреча, когда он прилетел ко мне в Японию, я к нему опоздала на целый день». Благодаря стремительно развивающимся отношениям с Иваном Ро обрела довольно-таки большую аудиторию в очень короткий срок. Но и среди этой аудитории было полно поклонниц Ивангая. Естественно, такой лёгкий пиар со стороны Ивана многим не нравился. И, естественно, начала расти и крепнуть армия антифанатов, то бишь хейтеров. Одной из главных причин антипатии считалось то, что фанаты Ивангая замечали то, что он пиарит её буквально на каждом шагу, но так или иначе они были парой. «Ну и так супер в кадре, в кадре есть мы, мы супер». Безусловно, это раздражает некоторую часть фанаток, ведь в один голос они уверяют Ваню, что она ему не пара. И основной причиной на это является неинформативность роликов, пустая болтовня и использование большого количества кривляний. «Не спрашивайте, в чём смысл этого видео? Я не знаю». Хейтерские и антифанатские группы ВКонтакте, посвящённые Марьяне Ро, осуждают её за ранний возраст, начало отношений, макияж, неестественность в кадре и отсутствие любой смысловой нагрузки. Но так или иначе, всего за один год количество подписчиков перевалило отметку в один миллион. Это очень хороший результат для начинающего ютубера. Они не перестают высочаться, как мило Марьяна Ро разговаривает по-японски и чем-то напоминает своим акцентом персонажей из аниме. Ну а к концу лета 2015 года Марьяна Ро из Японии перебирается жить в Москву в квартиру Квангаю. Ну а что было дальше, вы и так сами знаете. Ставь лайк, если тебе понравился мой рассказ, и подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео. Также нажми на колокольчик, чтобы ни в коем случае не пропустить новые видео. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok